Пересечение улиц Жилявого и 50 лет ВЛКСМ, разделяющие 11, 12 и 12 А микрорайоны, один из самых аварийно опасных участков. Ограждений здесь нет, а движение весьма интенсивное. Переезд на улицы с плотным транспортным потоком, с Ленинградского проспекта на Космонавтов и обратно. Из-за нестриженных кустов акаций и клёна в дороге совсем не видно. Самой выходишь, ничего не видно через дорогу, когда переходишь. А ребятишки так вообще не смотрят, бегают и все. Ну, у нас там переход близко от этих. На переходе всё сострижено. А если где-то хочет, не там перейти, это будет проблемно. Одно дело, если пешеходы сами переходят дорогу в неположенном месте, подвергая опасности себя и других участников дорожного движения. А другое, когда пешеходный переход буквально утопает в кустах вместе с дорожными знаками, да ещё на перекрёстке. Это вдвойне опасно. Пешеходы и водители двигаются на этом участке, как по минному полю. Сегодня работы по обрезке наконец-то начались. А в том году, получается, обрезка не проводилась, да? Я не знаю. Может, другая организация проводилась, но здесь я не вижу, что проводилась. Потому что знака-то она не может так вымахать. У подрядчиков из ЖЭД-2 это первый муниципальный контракт. Подписан он до конца года. Садовые парикмахеры убирают с кустов акации примерно полметра сверху и с внешней стороны. Равняют по старой обрезке. А вот молодые клёны спиливают под корень. Только так можно улучшить обзор. Сейчас в данный момент убираем поросы, а потом уже будем, как вы видели, косить заборку. Это кусты акации в смысле? Да, да, да. Вообще убирается, чтобы не было, там тычек не торчало, чтобы было чисто. Всё убирается. И вдоль заборки тоже убирается. И это проводится ежедневно, каждый день. Сотрудники организации говорят, что за летний и осенний период им предстоит подстричь 12 улиц. Это 100 квадратных метров насаждений. Вообще, в этом году на озеленение города из окружного бюджета выделено почти 2 миллиона рублей. В том числе на подрезку живой изгороди и формовочную обрезку кустарниковых растений. Пока аккуратными в этом плане можно назвать только улицы Коминтерна, Карла Маркса и Ворошилова. И ничего, что на дворе уже вторая половина июля. Работа закипела и уже в ближайшие дни подрядчики перейдут на улицы 40 лет Октября и Кирова. И, возможно, уже в скором времени автомобилисты и пешеходы смогут оценить старания рабочих. Яна Попова, Алексей Кусюмов. Местное время.